Приветствую вас, давайте посмотрим ваш вопрос. Встречаясь с парнем, почти два месяца стали жить вместе. Поначалу все было хорошо с обеих сторон. Но теперь я чувствую себя рядом с ним напряженным, мне хочется больше времени проводить, и еще я остро реагирую на все, как вы кажется. Если он что-то скажет не так, как мне нужно, я сразу обижаюсь, он начинает психовать, и я еще больше делюсь. Собственно, здесь вы не пишете свой вопрос. Вопрос ваш к сожалению нет, и не совсем, к сожалению, понятно, чего вы хотите вообще в данном случае. То есть, ну, можно, конечно, отношения гармонизировать. Можно, безусловно. Можно, конечно, разобраться в том, что вас, к примеру, конкретно беспокоит. можно посмотреть на то, что происходит между вами и человеком. А вот. Ну, то есть, я имею в виду между вами и вашим партнером. Вот. Чтобы понять, в чем вообще может быть трудность с ним. например. Вот. Можно поисследовать вашу собственную проблематику. то есть, то есть, я имею в виду посмотреть и поисследовать, из-за чего, например, вы психуете. Вот. Ну, например, да. Что мотивирует вас? Психовать. Что мотивирует вас? Стремиться к тому, чтобы больше проводить времени с человеком. Допустим. Допустим. То есть, ну, почему вот вам так хочется проводить время с человеком? Что вынуждает? Вот. Можно посмотреть на то, например, что мотивирует вас, допустим, начать, начать жить с человеком после того, как вы ну, простричались с ним всего лишь два месяца. Да, как бы. То есть, это срок не очень, не очень большой для того, чтобы начать вместе жить. Вот. Нет. Понятно, что понятно, что решать эту ситуацию безусловно вам и только вам. Это безусловно. Это безусловно. Понятно. Ну, тем не менее, хотелось бы хотелось бы как-то вот этот момент прояснить. Ну, просто просто вот прояснить, потому что ситуация не совсем одновременно, скажем так. вот. Дальше. 17 вас. Конкретно, если мужчина не говорит, то что вам нужно? А что вам нужно, чтобы он говорил? Для чего вам это нужно? Чтобы он вам, чтобы он говорил вам, ну вот, что это определенно. то есть вот эти моменты, да, вы их опускаете. Вы, к сожалению, на них не заостряете внимания. они важны. Потому что это то, что представляет вашу проблему. Пока что, мне кажется, что основной трудностью является то, что вы очень сильно ориентированы. друг на друга. То есть, условно говоря, вы ориентированы на своего мужчину, мужчина ориентирован на вас. Это происходит достаточно такой, я бы сказал, в сильной форме, достаточно яркой форме. И это, на мой взгляд, смещает очень сильно. На мой взгляд, это смещает вам вести себя естественно. Вот. Может быть, здесь, конечно, и страх одиночества вполне возможен. Вполне возможен страх одиночества здесь. Вы боитесь, что ну, что мужчина вас бросит. Условно говоря, вы боитесь, что мужчина не захочет с вами быть, и вы пытаетесь всеми, там, грубо говоря, силами его удержать. Вот. А рядом с собой через вот такую модель поведения немножечко манипулятивность. Вот. При том, что ничего не получает вообще на живых, да. То есть, как бы, мужчина плохой, да, мужчине, там, кто-то не нравится, кто-то не нравится, грубо говоря. Вот. А вот это страна не останавливает. Вот. Ну, мне кажется, что то, что вы пытаетесь получить от человека, то, что вы пытаетесь у него у него для себя получить. Собственно, это является основной проблемой, основной сложностью, основной бедой, тем, что он не мешает, мешает. Тем, что мешает вам, собственно, ну, в отношениях выступать с настоятельностью вот такой единицей, скажем так. вот. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, хотите ли вы что-то менять? То есть, хотите ли вы, там, грубо говоря, меняться, да? Хотите ли вы, там, условно, не сомнительно становиться более, там, зрелый, да? Хотите ли вы меньше реагировать на такие вещи, которые происходят, да? То есть, ну, вот, на то, что происходит, на то, как происходит. Вот. И так далее. Вот. То есть, если вы хотите, то вам можно, в принципе, помочь, если вы хотите. Вот. А, но если вы не хотите, например, если вы хотите мужчину переделать, если, или, 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 если вы считаете, что, вот, лично у вас, условно говоря, все в порядке, да? То есть, ну, если вы считаете, что, проблема у вас, а проблема у мужчины, то какой-то уже такой вопрос, как бы, все это вопрос связан именно с тем, да? Какой помощи вы хотите от психологов, в данном случае? Вот. Если вы хотите помощи от психологов в решении своих проблем, поможем, если вы хотите гармонизировать отношения с вашим мужчиной, поможем тоже, если вы хотите гармонизировать отношения. Если вы хотите человек переделать, то, вот тут ничего не получится. Человек может не захотеть меняться, и он имеет на это полное право, вот, не хотеть меняться, в принципе. Поэтому, тут уже вам придется смириться с тем, что изменить вы не сможете. Вот. Так что, выбирать вам, решать вам, да? Вот. Будете ли вы, грубо говоря, себя как-то вот познавать? Ну, будете ли вы себя познавать? Или, что-то как, и это как бы, ну, что-то, как сейчас. Это, на данный момент это, 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 то, что вам придется верить. Потому что, человека не переделать, повторюсь. Вот. Вы не сможете переделать при всем своем желании. Вот. Значит. подряд. На что я бы хотел обратить ваше внимание, а? Первое. Это, что общего между вами и человеком. Ну, не двумя мужчиной. Ну, не двумя мужчиной. Второе. Это, эм, что вы чувствуете по отношению к нему? Ну, вот, ээээ, вот конкретно. Что вы чувствуете по отношению к, эээ, к человеку? Понимаете? То есть, эээ, какую направленность, эээ, имеют ваши чувства, к человеку? Да. Вот это, эээ, то, на что вам нужно обратить, эээ, в свое внимание. Вот. Если вы, эээ, серьезно увидите, что, вот, есть такая проблема, что, эээ, ваши, эээ, чувства направлены не на, не на человека, а на себя, если вы увидите вот такой момент, то это неплохо. Это неплохо. Это, эээ, просто, эээ, просто, для вас, эээ, повод немножко задуматься, да, давайте это повод немножечко так вот остановиться и посмотреть, эээ, в том ли направлении я двигаюсь и туда ли я иду, куда я хочу. Ну, ну, на самом деле, например. Вот. Эээ, и, соответственно, уже дальше можно будет смотреть и думать, эээ, можно ли вам помочь, да, и как конкретно вам помогать, например. Вот. Это то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Эээ, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вы для себя, для себя увеличиваете пользу. Вот. Я начинаю надеюсь. Вот. Я надеюсь, что вы можете, эээ, понять, эээ, то, что вы хотите, то, что вам хотел бы дальше сделать в этом конце. Вот. Такой вот ответ. Удачи. Удачи вам. Всего самого доброго. Вот. Удачи. 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 Удачи.